Телекомпания Веневисьон и телерадиокомпания Москва представляет Виктора Камару, Эмму Рабде, Белен Мареро, а также Даниэля Альварадо и Энри Галуя в телесериале «Самое красивое». Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, нет, все это уже было, я повторяюсь. Поспокойнее, доченька, ну кофейку бы выпил, он не помешает. Спасибо, мама. Спокойнее, ну спокойно. Спасибо, мама. Послушай, Габи, я хотела... Габи, ты все еще на меня злишься? Ну нет, мама, ну что ты, как я могу на тебя злиться? Тогда посмотри на меня, я хочу видеть твои глаза. Вот так, мамочка? Ну ты тоже не смотри на меня, как на чудовище, пожалуйста. Да нет, ну что ты? Я хотела поговорить с тобой. Ты ведь не уйдешь от меня, дочка. Ну что ты, мамочка? Ну как я могу уйти и оставить тебя? Успокойся, родная моя. Ты тоже успокойся. Шла бы ты спать и оставить тебя одну. Но я же часто работаю по ночам. Да я знаю. Не беспокойся. Успокойные ночи. Значит, все позади? Все позади. Я могу спать спокойно? Благослови тебя, Господь. Завтра у тебя все получится. Счастливо тебе. Не задерживайся, не засиживайся. Спокойной ночи, дорогая моя. Свет погаси, не забудь. Выключи свет. Выключи обязательно. Так, теперь... Надо встряхнуться. А завтра... Завтра... Ну, я попался. Ты знаешь, это ведь твой лучший наряд. И все для тебя. Да? Хочу, чтобы тебе было хорошо. Правда? Ты что, еще не ложилась? Ну, ты даешь. Они же тебя эксплуатируют. Ты что, не понимаешь? Кому ты попала в рабство? Не к кому-нибудь, а к самому хозяину Тропи Белла, к Рикарду Линаресу. Ух ты, нифига себе. Так ты на них будешь работать. Это же класс, сестричка. Только модели-то ты все делаешь, а сама ты их надеть не сможешь. Ну, да, они там себе развлекаются, а ты тут всю ночь глаз не сомкнула. Конечно, конечно. А ты? Сама смотри, когда вернулась. Я тебя умоляю. Знаешь, Марисоль, когда я начну зарабатывать, ты сможешь продолжить учебу. Я? Что, школу заканчивать? Ну, уж нет, сестричка. Я уж слишком стара для подобных штучек. Это ты-то стара? Ну, что ты говоришь? Ты же моложе меня. К тому же школу и экстерном можно закончить. А потом сама можешь решать, долго тебе учиться или нет. Я тебе это все оплачу. Габи, ты у нас в семье, конечно, самая умная, но мне учиться никогда не нравилось. Вечно у меня хвосты какие-то были по всем предметам, переэкзаменовки на осень. Нет, сестричка, забудь об этом. Это не для меня. Ну, тогда... Что бы ты хотела? Что ты хочешь в этой жизни? Не знаю. Не знаю. Наверное, просто жить. Ай, Габи, что это ты на меня так смотришь, как на чудо в перьях? У меня же нет твоей хватки. Я просто хочу хорошо жить, понимаешь? Выбраться из всего этого. И всех наших вытащить отсюда. Ребятам дать образование, и чтобы мама больше не гнула спину. И самой выглядеть хорошо. Одежду красивую иметь, машину, крышу над головой. И чтобы туалет был не один. Я не могу в очереди стоять, чтобы в туалет пойти. Час простоишь в этот сортир. И чтобы вода была, господи, и холодильник. Всегда полный. Или в шоу университет отправить. И чтобы этот гад Рамиро слинял отсюда насовсем. И еще, чтобы принц объявился, как из волшебной сказки. Такой красавец, весь из себя такой, чтобы сразил, наповал. Вот чего мне не хватает, Габи. Ну, не знаю, наверное, жизнь мне этого не даст. Вряд ли. Да? Вряд ли. Да даст, сестренка. Обязательно даст. Почему ты вдруг решила, что не даст? Ну-ка, дай мне свою руку. Да ты же у нас просто золото. Только благодаря тебе и маме я смогла выучиться. А теперь я буду помогать тебе. Согласна? Ну, поверь мне. И в себя поверь тоже. Договорились? Давай. Габи, продолжай работать. А я пошла. Ой, страшно спать хочу. Целую. Ну, пока. Я тебя очень люблю. И я тоже. Пока. Спокойной ночи. Субтитры подогнал «Симон» Ну, что ты, милый? Ну, я пожелала спокойной ночи Габи. На сон грядущий под утро иди сюда. Иди ко мне. Ну, что ты, что ты, что ты делаешь? Ну, отстань. Ну, нельзя же так. Что такого? Что такого? Ромеро, ну, нельзя же так. Что, Ромеро? Ну, нет. Хороший я твой. А ты, мальчик. Мой мальчик. Мой родной. Вот видишь, левша, а ты боялся. Здесь же такие деньги. А там внутри их, наверное, еще больше, кореш. Пойдем, поищем. Давай, только быстрее. Быстрее. Стой, стрелять буду. Ворюги. Бросай здесь. Все, левша. Беги, корешок, беги. Беги скорее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Добрый день. Добрый день. Я к сеньору Рикардо Линаресу. А его нет. Его сегодня весь день не будет. Как это не будет? Нет, нет, такого не может быть. Он что, тебе свидание назначил? Свидание? Нет, у нас с ним деловая встреча, и он должен прийти обязательно. Да я с ним только что говорила, и абсолютно точно говорю, что его сегодня в конторе не будет. Завтра можешь прийти, если тебе так важно. С утра пораньше, пожалуйста. Завтра? Да вы что? Я же всю ночь работала. Нет уж, сеньорита. Извините, конечно, но поймите, этот господин заставил работать меня всю ночь. Всю ночь напролет. Чтобы принести ему сегодня эту работу. Ну ладно, ладно, но я-то сделать ничего не могу в любом случае. Что я могу сделать? Как это, ничего не можете сделать? Извините, конечно, но вы должны что-то предпринять. Надо позвонить ему. Позвоните, найдите, узнаете, где он, наконец. Ну ладно, ну, хорошо. Подождите минуточку. Мой наглец. Я трудилась всю ночь. Так что не подумайте, что я уйду отсюда просто так. Дудки, найдите его. Алло, сеньор Линарес сейчас в клубе? В клубе. Значит, он в каком-то клубе? Да? Да. Да, сеньор. Дело в том, что здесь пришли и очень хотят поговорить с вами. Сеньор Линарес сейчас в клубе. Ни завтра, ни в какой-либо другой день вы меня не дождетесь. И скажите об этом своему безответственному начальнику. Скажите ему, что он совершенно безответственный человек. Понятно? Так и скажите. Ничего смешного. Он просто страшно безответственный человек. Понятно? Безответственный. Сумасшедший. Хорошо, значит, погулял вчера. А, хорошо не то слово, отец. Как будто заново родился. Это в твоем-то возрасте, а? Хотя, все это моего отношения к женщинам не изменит. Достаточно одной Эльвиры. Потому что я однолюб. И мне хорошо. Хорошо. Везет же тебе, папа. А то бы тебе через такое пришлось проходить. Такая ненасытная женщина, клянусь тебе. Нет, больше я на это не пойду. Да ты и неделю назад говорил то же самое. Как там звали эту... Ну, ту... Кобылу. А, на той неделе, кажется, ее звали... Дай бог памяти. Марианхель. А, точно, Марианхель. Послушай, сынок. Как бы мне хотелось, чтобы ты встретил хорошую женщину, которая привязала бы тебя к дому. По субботам ты утром газетки бы почитывал, вышивки были бы у тебя на простыне. Ну, когда ты, сынок, возьмешься за ум? Ты ведь знаешь, сынок. Спасибо. А знаешь, когда? Не раньше, чем выпью этот лимонад. И не позже семидесяти. Папа, ну, клянусь тебе. Я больше не буду. Честно, не буду, не буду. Я серьезно. Вот здесь валяешься, с работы выгнали, что ли? Вот ты откуда взялась? С кровати упала? Да нет. Я тут тачку взялся починить. А полиция что? Кланяться приказала. Отгул дала. Что, я отгулу не заслужил? Куда она от меня денется? Как там Габи? Всю ночь не спала, работала. Это еще зачем? Прямо с позарамку побежала в ферму, разработки свои показывала. Понятно. Бедняжка, всю ночь провозилась. Ну, ты же ее знаешь. Знаешь? Знаю. Габи! Приветик! Как там у тебя дела? Ну, что там? Как получилось все? Ну, рассказывай, что ты молчишь. Они видели? Они даже ни на что не взглянули. Представляешь, как он меня надул? Заставил меня разрабатывать всю линию, а сам даже не посмотрел, даже не объявился там. Какой-то клуб укатил. Хорош гусь. Подожди, кто этот экземпляр? Я-то дура. Какая же я дура, идиотка. Я просто дура набитая. Ну, конечно. Он фермач, значит, и делает все, что может, что ему заблагорассудится. Да хватит тебе, скажи, наконец, кто он такой. Клуб гольфовый, вот кто. Пока я здесь в костми ложилась, работала, этот мальчик поехал в гольф играть. Он играет. Что это за тип, Габи? Скажи мне, наконец. Успокойся-то, ради бога. А ты не волнуйся. Ну, что ты? Может, еще какой-нибудь заяц откуда-нибудь выпрыгнет. Ну, не надо, не расстраивайся. Стоит из-за этого переживать. Пойдем. Стоит из-за этого переживания. Стоит из-за этого переживания. Ой, горячий какой. Опять недоволен. В следующий раз я тебе туда лед положу. О, Господи, мои лепешки. Помоги же ты мне. Ведь они сгорят совсем. И белье... Закрутилась ты. Я пошел уже, мама. Давай, садись. Куда ты идешь? Куда ты? А ты куда направляешься? Вы оба должны мне сказать, куда это вы направляетесь. Я жду. Ну? Чем это вы занимаетесь? Не придуривайтесь, пожалуйста. Как будто я ничего не понимаю. Мама! Давай, давай, быстро иди убирай кровать. Ну-ка быстро. Кому сказала? Быстренько. А ты куда пошел? Стой! Я кому сказала? Ну, это не дети, это какое-то наказание. Просто наказание. О, Боже мой. Мои лепешки. Они все сгорели. Ай, Боже мой. Просто наказание. Рамиру! Рамиру! Вставай, мой дорогой. Пора. Иду, иду. Лепешки мои. А-а-а! Знаешь, я тебе все-таки милый еще, да? Садись, мой дорогой. А-а-а! Накормим мужика чем-нибудь горяченьким? Садись, пожалуйста. А где мясо? А, нету мяса, мой милый. Какое мясо? Я тебя спрашиваю, где мясо? А-а-а! Ну, подожди, не гони так... Мясо где? Ты что? Что, не знаешь, что мне такие штучки не нравятся? Ты знаешь, я уже не решаюсь у мясника в долг просить. Мы и так ему уже две тысячи должны. Деньги-то какие милые. Но знаешь, я кое-что приготовила вкусненькое. Супчик, вот, посмотри. А потом еще сок апельсиновый есть сейчас. Кушай, мой миленький. Это супчик. А вот еще, объедками каким-то меня кормить будешь. Еще о чем вздумала? Ну, давай, разогревай. Я есть хочу. Ты лучше... Лучше знаешь что? Детишек бы своих спросила. Где они у тебя там шастают? Ради бога, милый, ну, пожалуйста. Ну, зачем ты так? А-а-а! Не надо, не надо. Конечно, они у тебя просто ангелочки. Синьора Консуэла! Сейчас, минуточку. Ну, конечно, я все поняла. Открывай скорее. Минуточку, подождите. Подождите, сейчас. Сейчас. Добрый день, сеньор Кусыл. А, это ты, Мегелитова. Я рада тебя видеть. Это мама велела передать. Она говорит, что платье на ней сидит, как с иголочки. С иголочки. Скажи своей мамочке, мальчик мой, что я для нее еще и не такое сделаю. Я для нее такое сотворю. Передайте привет Йоле. Непременно, золотко мое, передам привет. Закрой дверь за собой, дитя мое. Ты посмотри-ка, отец, какая манна небесная на нас свалилась. Да, смотри-ка, ой. Ну, спасибо тебе, Господи. Мясник нам теперь не откажет. Куда ему теперь? Боже мой, как удачно начался этот день. Очень даже консуэл. Очень. Ты бы починил эту дверку, дорогой мой. Она меня раздражает. Починю, не беспокойся. Отвертку только надо купить. Только из-за отвертки я не починил. Ну что, сколько за этот товар? Тысяч двести. Тогда это останется у меня. Эй, ты что? Мы все порово поделить договорились. Ты что, левша? Мне ведь за руководство причитается. Я здесь главный, как-никак. И ты знаешь, Артуру, что обиднее всего. Что я сама в это поверила. Всю ночь работала, а сама уже подсчитывала, сколько денег заработаю. Представляешь, говорила себе, если поэкономнее быть, то и домишко твоей маме купить можно. Вот выбьюсь, стану знаменитой. Ребят в школу отправлю. В одну из этих знаешь, где платить надо. Да. Но это все только мечты. К сожалению, мечты. Да будет у тебя все это, Габи. Будет, если только захочешь. Будет все это. Ты ведь такая способная, настойчивая. Ты что? Что ты в первом раунде сдаешься, а? Все у тебя будет. Даже больше. Ну, все, что захочешь. Например, прекрасная семья. Муж. Муж хороший любить тебя будет. Уважать. Обожать тебя будет. Да все по тебе с ума будут сходить. Детишки будут красивенькие. Домик. Да все у тебя будет. Все, о чем женщина мечтает. Все это у тебя будет. Нет, ну что ты. Вряд ли у меня это получится. А что до детишек, то мне и своих братишек с сестрами хватает. А семья? На свою как посмотрю. Сколько проблем. Так что такого мне лучше не надо. Ну ладно, я пойду. До свидания. Вытри лицо, я тебя испачкал. Да ничего, не беспокойся. Я ведь спать иду. Постарайся отдохнуть. Спасибо. Пойду спать, чтобы злость прошла. Габи? Да? Может, в кино как-нибудь сходим? Давай. Мы ведь с тобой там уже сто лет не были. Эх, Габи, я ведь от тебя... Совсем голову потерял. Ну ладно, кажется, на сегодня хватит. Займись лучше теннисом или бильярдом, отец. В гольф ты у меня никогда не выиграешь. Никогда. Ай. Черт возьми. Хорошо. Что ты говоришь? Хорошо, что я у тебя не выиграю. А? Нет, папа. Ты посмотри на эту красотку. Посмотри на нее. А кто она? Манекенщица? Нет. Вернее, я не знаю, я с ней не знаком. Смотри. Она, похоже, сюда направляется. Точно сюда. Надо устроить ей теплый прием, тебе не кажется, отец? А как же с этой твоей мышкой? Ну что ты, какая мышка при такой кошке уцелеет? Кто из вас, сеньор Рикардо Линарес? Ну я, моя красавица, а что ты хотела? Это ты точно? Негодяй. Эксплуататор. Погодите, минуточку, ничего не понимаю, что в конце концов происходит? Издевательство. Вот что происходит. О чем вы говорите? Послушайте, девушка, здесь какая-то ошибка. Да, ошибка, которую ты совершил. Думаешь, что можешь издеваться над моей сестрой? Я поэтому и пришла сюда, чтобы прямо в морду тебе это кинуть. Ничтожество, мужлан. Ты думаешь, если у тебя деньги и власть, то ты можешь издеваться над бедной девушкой? Ты знаешь, чего стоило моей сестре получить профессию? Минуточку, минуточку, подождите. Ну, о ком вы говорите? Вы, наверное, ошиблись. Я ничего не могу понять. Ты прекрасно знаешь, что я говорю о своей сестре. О твоей сестре? Боже мой. А можно мне узнать, кто она? Это твоя сестра. Может, ты скажешь, кто ты сама? Я Марисоль Грубер. Моя сестра Габриэла Грубер. Та, которая всю ночь трудилась над вашими моделями, пока вы тут прохлаждались. Играли здесь, видите ли. А, вспомнил. Это рыженькая такая. Если тебе надо над кем-нибудь поиздеваться, издевайся над своей бабкой. Э, минуточку, минуточку. Играли себе твои заказы, понял? Вот все рисуночки. Проверяй, если хочешь. И если ты еще с кем-нибудь захочешь подобное сотворить, вспомни, что произошло сегодня. Ну, ты объяснишь мне, наконец, что все это было? Что это был мерзавец я, отец. Вот и все. Подонок и мерзавец. Подонок. Угу. 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 Ах! Продолжение следует... Вы проснулись уже, мои красавицы? А где Пати? В ванной. Какая ты сегодня красивая, просто прекрасная, чудо моё. Не знаю даже, как тебя ещё можно назвать. Тебе так это идёт. Ты знаешь, чем здесь хорошо? Я постепенно знакомлюсь со всем твоим нижним бельём. Бесстыдник, пользуешься случаем. Привет, Рауль. Привет, Пати, как дела? Хорошо. И мне здесь тоже хорошо, потому что здесь всё, что мне нужно в этой жизни. Ты знаешь, я бы отсюда и не уходил. Чтобы каждый день быть с тобой, с тобой, вместе. Правда. А что мы маме скажем, когда она вернётся из путешествий? Ну, скажем, у меня есть на это все права. Я могу оставаться здесь, потому что я твой муж. Я проснулся сегодня сам не свой. Хотелось лететь, схватить белого коня и посадить тебя на него. И пожениться. Нет, правда. Я тебя об этом прошу. Ты хочешь выйти за меня замуж? Ведь правда? Грассиэла, привет, Лиссандро. Как дела? Донни Марию, здравствуйте. Добрый день, Дон Марселина. Добрый день, Донни Консуэлло. Как жизнь? Что это вы так рано сегодня, а? Да вот решила сегодня. Пришла расплатиться с вами. Должок покрыть. А то как-то нехорошо у нас с вами получается. Да ничего, ничего. Я ведь вас не тороплю, не подгоняю. Зачем мне на вас давить, что вы заплатили, а? Да, но вы же знаете, я ведь всегда вам плачу. Не сразу, правда, но платила ведь всегда, так ведь. Разве нет? Сейчас, минуточку. Ай, Марселину. Алло? Марселину, послушайте. Что случилось? Марселину, представляете, у меня здесь нет денег. Как нет? Ну, просто нет, у меня нет денег. Вот она, наконец, красавица моя. Рикардова сестрёнка. Она ничего, аппетитная. Жаль, что тебе придётся расплачиваться за делишки твоего братишки. На что поделаешь? Такова жизнь. Слушай-ка, я могу придумать, конечно, что угодно, чтобы припарковаться здесь. Например, спросить, где тут проживает семья Тарзана. Но, честно говоря, я увидел тебя. И красота твоя сразила моё сердце. Я умираю из-за любви к тебе. Ты что, с ума сошёл? Не сошёл, а схожу. Умираю и не воскресну, пока ты мне не скажешь, как тебя зовут. Ну, ладно, скажу только, чтобы ты воскрес, потому что не совсем приятно иметь покойника прямо напротив своего дома. Меня зовут Ванесса. Привет. А меня Сесар. Ты уверен, что это один из тех типов? Ты его хорошо видел? Абсолютно уверен, сеньор. Что у вас происходит? Вот, молодой человек опознаёт по портрету воришку, что крутился там. Да. Ты же прекрасно знаешь, что эти проходимцы сбагривают вороны, продают, а потом покупают наркотики. Кажется мне, что через этого воришку мы могли бы выйти на авторитеты вороского мира, который занимается, ну, знаешь сам, чем занимается. Думаешь, получится? Я думаю, это он. Ты в этом уверен? Посмотри внимательней. Спасибо. Ты уверен в том, что говоришь сейчас? Да. Точно уверен? Да. Здравствуй. Мы католики Римской Апостольской Церкви. Ничего не покупаем, ничего не продаём. А если вы налоговый инспектор, то дома никого нет, и здесь уже ничего не осталось. Ну, нет, моя хорошая, я тоже ничего не продаю, ничего не покупаю. Я хочу просто узнать, здесь живёт Габриэла Грубер? Возможно. А зачем она вам нужна? Ну, знаешь, я по личному делу, по работе. Ну, раз так, тогда проходите. Я её сейчас позову. Присаживайтесь пока. Спасибо, моя хорошая. Габи! Габи! Ну и девчонка. Католики Римской Апостольской Церкви. Не покупаем, не продаём. Какая красивая семейка. А вот она. Самая красивая. Действительно, самая красивая. Это ещё что? Вы что здесь делаете? Что вы делаете здесь, в моём доме? Зачем вы пришли? Вот за этим и пришёл, за твоей работой. Ну и могу я всё же узнать, что вы с этим делаете? Пришли поиздеваться надо мной, да? Нет, 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 нет. Что ты, послушай, выслушай меня, ради Бога, и прости. Я просто забыл об этом. Ах, он забыл, видите ли. Вы забыли, что сказали мне быть у вас на работе на следующее утро. И со всеми этими моими работами. Вы забыли, что мне пришлось всю ночь здесь работать, вот за этим столом. Чтобы в семь утра отнести вам свою работу. Вы поиздеваться надо мной захотели. Ну что ты, Габриэла, ну... Ты выслушай меня, ради Бога, и извини. Я не хотел этого. Но ты права. На самом деле, я этого не забыл. Ах так, значит, вы это не забыли. Вы просто укатили в свой клуб, прекрасно зная, что я вам должна всё это привести поутру. Так почему же, ну скажите мне. Скажите, почему вы так поступили? Чтобы унизить меня? Нет, Габриэла, нет. Мне трудно тебе всё это объяснить, но, знаешь, я всё же не думал, что ты можешь всё это сделать. Что ты способна выполнить такую работу в столь короткий срок. Ну, недооценил твои способности. Вот и всё. Я подумал, ну, сделает она это где-то через неделю. Но нет, оказалось, всё не так. Вот и всё. Поэтому я и пришёл, чтобы попросить у тебя прощения. Покаяться. Повторяю тебе, Габриэла, в тебе сочетается ум и талант. Ты самая красивая. Ты согласна с этим? Принимаешь мои извинения? Ну? Ты уверен, что это один из нападавших? Ты абсолютно уверен? Уверен? Уверен, как в том, что меня зовут Хосе Луис Монтоя. Ну, тогда... Выйди на минутку, пожалуйста. В чём дело, Артуро? А ты сам хорошо разглядел? Да. Значит, получается, что это... Брат Габриэлы. Получается, что так. Это Левша. А кличут тебя Левшой? Точно. Вообще-то, меня зовут Сесар, как и моего отца. Но чтобы нас различать, когда увидели, что я Левша, так и стали звать Левшой. А ты что, учишься? Нет, я уже отучился своё. Закончил уже. Вот как раз по поводу этого окончания мой папуля мне эту машинку и подарил. А живёшь-то где-то поблизости? Нет. Ты знаешь, у меня в сердце радар вмонтирован. И этот радар подсказал мне, что где-то здесь есть такая девчонка. И что она ждёт именно меня. И ты что, с ума сошёл? Да от тебя любой с ума сойти может, поверь мне. Слушай, может, поедем куда-нибудь перекусим? Сладенького бы ты поела. Словом, чего хочешь? А? Ну, решайся. За всё плачу я. И сразу же объясняю, почему. Деньги надо тратить на хороших людей. Мне мои предки всегда об этом говорили. Деньги надо тратить именно так. Только так. Ну, согласна? Да нет же, нет, их здесь нет. Но я знаю, кто их своровал. Знаю, кто утащил. Я точно знаю. Не волнуйтесь, Доня Консуэлова. Я могу подождать. Это не к спеху. Ну, как же мне не волноваться, боже ты мой. Только вы не беспокойтесь, Марселина. Я пришлю вам сюда кого-нибудь из своих детей или сама приду, но деньги появятся. Хорошо, хорошо. Господи, боже ты мой. Ну, получит у меня этот мерзавец. Ладно, Марселина, я попозже зайду. Вы не беспокойтесь. До свидания вам. До свидания. Извините, синьора Мария. Бедняжка, тяжко ей приходится. Ну, твоя сестра и принесла мне твои рисунки в клуб, рассказала обо всем, что случилось. А что именно? Что именно она вам рассказала? Понимаете, дело в том, что Марисоль, она, ну как бы это сказать, она взбалмошная. Нет, ничего, ничего. Она показала только вот это. Слава богу. Она не помешала вам? Нет. И все же, я об этом сожалею, и потом я никак не могу понять, зачем она вам их оставила. Честно говоря, сама я не хотела вам показывать. Минуточку, минуточку, почему? Почему ты мне не хотела показывать? Ты ведь над ними целую ночь работала, а мне почему-то показывать не захотела. Да потому что, ну, не совсем они удались. Нет, 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 что ты. Извини меня, конечно, Габриэлла, но все как раз наоборот. Они великолепны. Нет, честно, поверь мне, у них своя линия, свое лицо, душу они имеют, именно то, что я искал. Так, значит, они вам понравились? Ну, конечно, поэтому я сюда и пришел. Пришел, чтобы предложить тебе работать со мной. Ну и ну, и ну. Что это такое? Спокойно, спокойно, значит, вам мои наброски понравились, и вы предлагаете мне работу? Ну, конечно. Более того, я хочу, чтобы ты сегодня же познакомилась с нашим производством. Считай, Габриэлла, что ты уже часть Стропибеллы. Ну, как ты согласна? С сегодняшнего дня мы будем вместе. Давай просто сбежим. Я тебя украду, и мы поженимся. Давай. Что, так сразу? Конечно. Но, Рауль, ты совсем с ума сошел? Зачем вам сейчас жениться так вот с бухты-барахты? У вас ведь пока даже квартиры нет. О чем ты? Что здесь такого происходит? И вообще, вам не надо торопиться. Осталось уже каких-то несколько месяцев. Что происходит? В чем дело? Ничего, Ильяна. Просто твой жених проснулся сегодня в романтическом настроении. Ведь это так, Рауль? Да. Но, Патрисия, Рауль говорит серьезно. Это ты не такая. Тебя ведь не так просто растрогать. Что происходит? Я что, действительно умираю? У меня что-то неизлечимое. Объясните мне. Почему вы молчите? Скажите мне. Я умираю? Скажите. Умоляю вас. НОА ЛАС ДРОГАС СИЯ ЛАВИТА Сильм озвучен творческим объединением НОРД по заказу телерадиокомпании Москва. СИЯ ЛАВИТА